В эфире РБК ОФА. Мы вещаем из отеля Шаратон. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Вот главные региональные новости на сегодня. Урезали финансирование. Башкортостал в следующем году получит на 15,5% меньше средств из федерального бюджета. Не успели привыкнуть? Лукоил четвертый раз за месяц переписала цены на ходовые марки бензина. И курс на экспорт. Башкортостан намерен нарастить продажу зерна и мяса за рубеж. Финансирование Башкортостана из федерального бюджета в 2017 году может серьезно сократиться. Согласно планам Минфина России, в целом трансферты регионам сократятся на 15,5% из-за урезания расходов федеральной казны. В первую очередь, пишет коммерсант, снизятся дотации на реализацию майских зарплатных указов президента страны и дорожное строительство. Причем, что касается дорог, трансферты урежут практически в два раза. Это ухудшит экономическую ситуацию регионов, которые в текущий момент и так не могут в полной мере справляться своими обязательствами. Как мы отлично знаем, часть обязательств превратилась в некую формальность, исполнение которой никто не ожидает, которое закрывается на бумаге. Особенно это обидно на том фоне, когда часть регионов, к примеру, Москва, демонстрирует просто изобилие денег, меняя одни хорошие дороги на другие. Напомню, Башкортостан закончил первое полугодие 2016-го с профицитом бюджета в 7 миллиардов 600 миллионов рублей. Объем доходов по итогам первого полугодия с учетом безвозмездных поступлений приблизился к сумме в 75 миллиардов 800 миллионов. Это на 8 миллиардов 400 миллионов рублей больше прошлогоднего показателя. Расходы бюджета Башкортостана составили 68 миллиардов 200 миллионов. Почти 78% ушло в социальную сферу. Башкортостан ориентируется на экспорт сельскохозяйственных товаров. Республика полностью обеспечивает себя и готова продавать за пределы региона и страны около 30% продукции села. Об этом сегодня рассказал заместитель премьер-министра республики Ирик Мухамеддинов. По его словам, в Башкортостане самое дешевое молоко по стране. Цены сбиваются за счет перепроизводства. Я напомню, республика является лидером в этом сегменте по России за 2015 год. Произвели 1 миллион 812 тысяч тонн молока. Также большие планы у региона по экспорту мяса. Уже в сентябре этого года в республику заходит один из крупнейших мировых поставщиков. Группа компаний Кремонини. Итальянские инвесторы намерены построить в Башкортостане завод по производству мяса. У нас буквально на день поля приезжали итальянцы. Они были в шоке, потому что в Оренбурге построили завод по разным причинам. А там мяса нет. Они сейчас идут в республику. И мягко говоря, нас упрашивают. Давайте нам помогите. Мы построим вам фидлоты и будем закупать мясо в Ашкирии. И если они построят завод, то не на реализацию в России, а на экспорт в Китай. Об этом мы говорили. Дальше по зерну. Мы тоже давно говорим, что 2 миллиона тонн нам хватает. Если мы 3200 сделаем, у нас пока животного столько развивается. Где-то миллион тонн у нас свободный. Мы по-прежнему надеемся, что рано или поздно мы перейдем к глубокой переработке зерна. Компания Лукойл в четвертый раз за месяц подняла цены на ходовые марки бензина. На этот раз подорожание составило 10 копеек. Теперь в Уфе 92-й экта. За 1 литр 35 рублей 30 копеек. АИ-95 38,80. Стоимость дизельного топлива осталась прежней 36,63. В этом месяце Лукойл поднимала цены на бензин 4, 9 и 17 июля. На заправках компании «Башнефть» последний раз повышение было 15 июля. Здесь литр АИ-95 стоит 37,80. АИ-92 34 рубля 60 копеек. Переходим к курсам валют, установленных Центробанком на завтра. Доллар и евро дорожают. Американская валюта по отношению к российской увеличилась на 82 копейки. 65,74 европейская на 1 рубль 13 копеек. 72 рубля 34 копейки. Лучшие обменные курсы на сегодня. Покупка доллара в Быстробанке за 66 рублей 15 копеек. Продажа в «Башкомснабанке» за 66,50. Наиболее выгодные предложения по покупке евро в Быстробанке за 72 рубля 65 копеек. По продаже в банке «Траст» за 73,03. Правительство Башкортостана утвердило среднерыночную стоимость квадратного метра в городских округах и районах республики. Соответствующий приказ утвердил Госкомитет республики по строительству и архитектуре. Так, на 4% по сравнению с прошлым годом увеличилась цена квадратного метра в Уфе и составила 35 210 рублей. Значительный рост в Янаульском районе на 13%, на 0,3% стоимость увеличилась в Нефтекамске и Уфимском районе. Снижение отмечено в Агидели на 1,4%. Цены установлены на третий квартал 2016 года для нуждающихся в улучшении жилищных условий и действуют при исполнении программ для поддержки госслужащих, многодетных и молодых семей, а также для выдачи социального жилья. Всего в 2016 году на исполнение таких программ выделили почти 2 миллиарда 710 миллионов рублей. На 1 июля использованы около 70% денежных средств. В новой квартире получили более полутора тысяч человек, практически половина из них ветераны. К этому часу у меня все. Эти и другие новости ищите на сайте rbctv.ru. Я передаю слово московской студии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова